Без этой маленькой детали не будет работать ни один механизм. На Самарском подшипниковом заводе ежегодно производят полторы тысячи штук. Причем некоторые из них уникальны. Например, этот подшипник с маркировкой «Ю» используют при создании ракеты «Союз». Именно первый государственный подшипниковый завод в годы войны производил детали для боевой техники. О том, как работал завод в далекие сороковые и как детали делают сейчас, рассказали школьникам. Вы знаете, мой отец, с детства я видела, как он занимается какими-то маленькими штучками, какими-то механизмами. Ну, я просто видела какие-то колесики, шарики. Все, что я об этом знала. А теперь я знаю, как это делается. Это здорово. Экскурсии для школьников Самарской области на предприятия, которые работали в Куйбышеве во время Великой Отечественной войны, часть проекта «Единая Россия. Историческая память», в рамках которого проходит подготовка парада памяти в Самаре. Мы очень бережно относимся к этой истории. У нас есть мемориальный комплекс на территории нашего предприятия, памятник, где все герои той войны, которые ушли с нашего завода и воевали, там все это обозначено. Мы ежегодно участвуем во всех мероприятиях, связанных именно с Великой Отечественной войной. Кроме экскурсий, в школах проходят уроки мужества. Организован литературный конкурс «Куйбышев. Запасная столица» и конкурс рисунков «Парад 1941-го». На параде памяти в этом году ожидается немало сюрпризов. Над площадью Куйбышева пролетят самолеты. На земле пройдет реконструкция одного из боев. Принять участие в большом военном празднике приедут представители соседних регионов. В этом году парад посвящен дружбе народов. Одна из причин победы нашего народа в Великой Отечественной войне – это была дружба народов. И в том числе и по площади Куйбышева проходили войны разных национальностей. Но они были сплочены общей идеей противостоять фашизму и отстоять Родину. По традиции парад памяти пройдет в областной столице 7 ноября. Лариса Шалафас, Дмитрий Мешканцов, События.